Девочки, всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня видео у нас будет о покупках с сайта iHerb. Я не так давно сделала заказ на этом сайте. Мне пришла посылка. Шла она до меня где-то месяц примерно. И сейчас я вам покажу, что я там заказала. Сразу хочу сказать, что это не реклама. Я все покупала за свои деньги. Итак, хочу начать я с детского шампуня. Не такой шампунчик заказала своим девчонкам. Марки Jason. Пахнет клубникой и бананом. Здесь нарисованы клубнички и бананчики. И вот такая забавная обезьянка. Объем здесь 517 мл. Отличный шампунь. Хорошо пенится. Не щиплет глазки, как мне сказала моя старшая дочка. С удовольствием они пользуются. Даже младшая наша девочка. Уж на что она не любит мыть голову. Когда пена, шампунь все это в глаза лезет. Но с удовольствием. Я ей показываю бутылочку. Говорю, пойдем сейчас купаться. И она с удовольствием бежит в ванну. И прям моется. Так что понравился нам этот шампунь. Он достаточно большой. И израсходовали мы его где-то, наверное, вот так вот. Буквально за полтора месяца. Понравился. И второй детский шампунь. Вот такой он уже идет. С ромашкой. Еще не пробовали. Не знаю. Здесь уже поменьше объемчик. 237 мл. Вот такой вот шампунь. Пахнет приятно. В принципе травками. Но не знаю. Пока его не пробовали. Себе я заказала три линейки шампуней. Сейчас я вам покажу. Так вот по одному продукту. Вот шампунь Авалон Органикс. Шампунь. Вот такой виноградный. И также от марки. Это у нас Джованни. Вот такой шампунчик. В общем, заказывала я шампуни и кондиционеры. Сразу хочу сказать, что все три кондиционера мне очень-очень понравились. Они отлично распутывают волосы. Они очень хорошо увлажняют, смягчают. Это именно кондиционеры. По шампуням. Шампунь я разделила. Как бы три места выделила. На первом месте у меня шампунь идет от Джованни. Этот шампунь мне очень-очень понравился. Во-первых, у него приятный запах кокоса. Он пахнет. Отлично пенится. Можно использовать шампунь и не пользоваться потом кондиционером. То есть волосы достаточно гладкие, скользкие. Когда вы его смываете, можно не пользоваться кондиционером. Они не будут путаться. Они достаточно увлажненные. На втором месте у меня идет шампунь. Вот этот виноградный. Он уже мне менее понравился. У него также очень приятный запах. Именно виноградный. Такой насыщенный виноград. Пахнет даже виноградом Изабелла, с которого делают вино. Очень приятный запах. Но уже по своим свойствам он немного отличается. Он не так смягчает волосы, как вот этот шампунь. Волосы промывает, что называется так, можно сказать, до скрипа. И именно мне не нравится это ощущение, когда вы моете волосы. И невозможно просунуть руку к корням. Это все начинает там тянуть. Как бы волосы рвутся. Вот. Мне это не нравится. Этот шампунь делает именно так. Я его смываю, стараюсь туда руками как-то не лазить, чтобы не повреждать лишний раз волосы. Сразу наношу кондиционер. Вот. И потом уже кондиционер отлично смягчает волосы. В принципе, они сразу же распутываются. Хорошо там все это дело промываю. Да. И тогда хороший результат. Мне нравится. И на третьем месте для меня оказался вот этот шампунь. Ну, бальзам мне нравится. Вот этот шампунь на третьем месте. Авалон Органикс. Я, конечно, не знаю. Может быть, потому что у меня волосы крашенные, поврежденные, там, милированные и все такое. Он очень мягкий, очень нежный шампунчик. Тоже такой, да, запах какой-то такой ненавязчивый, нейтральный. Вот. Достаточно хорошо пенится. Но, опять-таки, вот это вот ощущение, что он мне спутывает волосы. Именно вот промывает до скрипа. И вот невозможно там вот все это внутри. Руками я люблю, когда засовываешь руку, да. И вот с шампунью все вот так вот гладенько и скользко. Ничего не спутано. Хорошо промывается. Здесь нет. Здесь волосы у меня прям как гнездо вот в руке. Я их мою, мою, мою. В общем, как-то гнездо какое-то. И потом уже, когда наношу кондиционер, да, действительно, он, конечно, все это дело распутывает. Волосы, наверное, начинают так прям струяться, да, хорошо промывается. Вот. По ощущениям, именно вот этот, конечно, на первом месте. И после мытья волос, когда волосы в свободном полете сами по себе высыхают. То есть, без использования там фена, брашинга. Вот. И просто они высыхают прямые. На концах, конечно, немножко они в разные стороны пушатся. Но это за счет того, что они достаточно повреждены у меня. Я обязательно наношу какие-то масла, чтобы они были такие более-менее прямые. Вот я, кстати, помыла волосы и вот этим шампунем. И ничем не сушила. То есть, вот, ни феном, ни утюжком ничем не пользовалась. Просто вот они у меня сами по себе высохли. Вот достаточно такой, ну, нормальный эффект. Вот, конечно, вот эти кончики немного вот пушатся, но их нужно отрезать. Вот. В целом, мне очень-очень понравился вот этот вот, вот эта линейка. Буду обязательно заказывать еще. Хочу из этой же серии попробовать. У них есть в линейке там всякие спреи, сыворотки для волос, для кончиков волос. Но когда я делала заказ, в наличии не было. И как вот только поступят, я обязательно, наверное, уже после Нового года закажу еще себе шампунь и бальзам. И какие-нибудь там спреи, сыворотки для волос. Вот. Вот эти вот, из этой линейки я, конечно, пользоваться буду. Но заказывать больше не буду. Может быть, попробую что-то другое. А может быть, остановлюсь вот на этой серии. Так. Следующее, что я заказала, это был вот такой вот баттер, крем для тела. Это вроде как бестселлер на iHerb. Стоит достаточно недорого. Вот. Крем для тела. Пахнет шоколадом. Вот так вот он выглядит. Но мне он не понравился. Абсолютно не понравился. Он очень плохо распределяется по коже. Очень такая плотная у него текстура. Плотная консистенция. Ей нужно прилагать усилия. И потом, если вы его очень много нанесете, он начнет прям крошиться. Как бы вот на руку распределяете. И потом такие вот катышки образуются. Вот. Это мне не понравилось. И как-то я им вообще практически не пользуюсь. Так. Что-то маленькая моя пришла перекусить. Следующее, что я заказала на этом сайте, это были вот такие вот накладные реснички от EkaTools. Честно вам скажу, первый раз я вообще купила себе накладные ресницы. Иногда грешу, пользуюсь пучками в уголке глаз. Ну так, по случаю бывает, что пользуюсь пучками. Мне нравится. Вот. Накладные реснички именно вот полностью. Никогда не покупала. Вот первый раз решила попробовать. И вот эти вот реснички, они как бы вот здесь более пушистые. И к основанию, да, к уголочку глаза, они короче. Вот. Довольно-таки такой натуральный эффект. Мне понравился. Но попробовала я их приклеить. У меня вообще ничего не получилось вообще. Я не знаю, не умею я их приклеивать. В общем, лежат. Вот. А вот эти реснички даже не открывала. Здесь идет клей в комплекте. И вот такая вот щеточка. Вот. Здесь вот у меня уже кто-то вытащил эту щетку. Из девчонок, наверное. Здесь вот эта щеточка еще лежит. И клей. Клей достаточно такой хороший, в принципе. Он так не щипал на мне глаза. То есть ничего такого не было. Вот. Но не получилось у меня ровно красиво приклеить. Что-то вроде тут приклеилось, тут отклеилось. В общем, не знаю, буду пользоваться или нет. Эти реснички тоже такие очень натуральные. Они не очень длинные. Вот. Красивые. Но не знаю даже. Буду когда-нибудь пользоваться. Еще для макияжа заказала вот такие вот подушечки, которые подкладываю, да, когда осыпаются тени. Сейчас в преддвериях новогодних праздников. В общем, наверное, буду делать какие-то, может быть, праздничные макияжи. Но вот нужно что-то такое, чтобы все эти блестки, все эти темные тенюшки не осыпались на щечки. В общем, такие подушечки взяла. Здесь их 14 штучек. Вот. В общем, еще не пробовала, не знаю. Ну, так они как выглядят. Обычные подушечки. В общем, в таком пакетике. Вот, приклеиваются. И потом наносите макияж. И последнее мое приобретение. Это вот такая кисточка для подводки. Кисточка от Эльф. Я хотела заказать кисточку такую от Экатус. Но ее в наличии не было. И заказала кисть от Эльф. Вот. Понравилась мне эта кисточка. Вообще, очень-очень классная. Очень удобная. Самая моя сейчас любимая кисть для подводки. Вот. Очень удобно за счет этого изогнутого кончика. Такая достаточно тоненькая, коротенькая вот эта сама кисточка. Мягенькая. Очень такая эластичная. Вот. Удобно ей рисовать стрелочки. Очень нравится. И сейчас вот, когда рисую стрелки, пользуюсь только этой кисточкой. И несмотря на то, что у меня она достаточно. Ну, немного, но есть, наверное, 4-5 кисточек, которые я так подбирала себе именно для подводки. Там и скошенные кисточки. Вот. И просто кисти такие тоненькие для подводки. Но нет, как-то вот это мне более удобно. Наверное, все-таки за счет вот этого изогнутого уголочка. Вот. Ну, в принципе, кто как привык, да, мне понравилось. Удобно, пользуюсь. С удовольствием. Вот. В общем, это был весь мой заказ с сайта iHerb. Следующее видео, наверное, покажу вам также заказ корейской косметики. Я делала там, два раза заказывала корейскую косметику, две посылочки. Вот получила где-то месяц назад тоже. Немножко так все это попробовала, потестировала, чтобы уж вам рассказать, что понравилось, что не понравилось. Есть те продукты, которые совершенно мне не понравились. Ну, и есть, конечно, то, что понравилось очень-очень. Все. Всем, девочки, большое спасибо за просмотр. Всем хорошего дня. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok